Здравствуйте! В эфире информационная программа 7.24. С вами я, Набилутин Абдрахимов. День начинаем с хороших новостей. Филический вечер бокса. Вчера показали наши спортсмены на рингах чемпионата мира в Германии. Пять из пяти поединков, в которых были заявлены узбекские боксеры, завершились исключительно в нашу пользу. О том, как это было, расскажем далее. Мастера кожаной перчатки из Узбекистана продолжают радовать своих болельщиков феноменальными выступлениями на рингах чемпионата мира по боксу в Гамбурге. 28 августа Эльнур Абдрахимов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, не оставил шансов своему сопернику из Армении Корыну Танаканьяну. На протяжении всего боя Абдрахимов действовал плавно, нанося своему сопернику точные и сильные удары. Как результат победа и путевка в четвертьфинал. Шахрам Гиясов не стал отставать от своего соотечественника и обеспечил себе выход в следующий раунд, победив с весомым преимуществом своего соперника из Украины Евгения Барабанова. Все судьи единогласно присудили ему победу 5-0. Самым зрелищным и коротким боем стал поединок между тяжеловесами узбекистанцем Бахадыром Жалоловым и датчанином Кеми Ларсеном. Уже в первом раунде наш соотечественник отправил Ларсена в нокаут. Вряд ли сам датчанин ожидал такого быстрого и болезненного финала. Одним из самых напряженных поединков вечера стало противостояние Джасурбека Латипова и болгарина Даниэля Асенова. На протяжении всех трех раундов боксеры работали технично, проводя серии быстрых и точных ударов. Определить, кто является фаворитом, было сложно. Накал страстей добавил реферин встречи, в довольно спорном моменте лишивший нашего боксера одного очка. После завершения боя возникла небольшая пауза. Судьи решали, кто же оказался сильнее в равном поединке. В итоге победа присуждена Джасурбеку Латипову. Последним из наших на ринг вышел Бектемир Меликузиев, серебряный призер чемпионата мира 2015, двукратный чемпион Азии. Его соперник – чемпион России 2016 года Муслим Гаджимагомедов. Победа в поединке осталась за нашим спортсменом. В четвертьфинале его соперником станет казахстанский боксер Ерик Алжанов. Этот и другие матчи будут транслироваться в прямом эфире нашего телеканала «Сегодня». Вступило в силу разработанное Центральным банком положение о порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц. В данном документе установлен порядок обеспечения коммерческих банков необходимым количеством наличных денежных средств для покупки у физических лиц наличной иностранной валюты через валютно-обменные пункты. Их целевого использования, сроки осуществления расчетов, перечислены разрешенные бухгалтерские проводки. Установленный выше названным положением порядок обеспечит бесперебойность работы обменных пунктов, а также своевременное и качественное обслуживание клиентов. В столице Афганистана сегодня прогремел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя ухода в отделение Банка Кабула, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек. 8 получили ранения. Отметим, что рядом с этим банком находится также посольство США и здание других дипломатических ведомств. Ответственность за теракт взяла на себя движение «Талибан». Мобильный оператор UMS продолжает обеспечивать широкую доступность услуг мобильной связи для населения. В целях оказания качественных услуг абонентам компания развивает не только сеть собственных офисов по стране, но и дилерский канал. Коммерческие представители компании, основу которой составляют частные предприниматели, получают всю необходимую поддержку для развития и расширения собственного бизнеса. Подробности далее. Мобильный оператор UMS, действующий на рынке мобильной связи Узбекистана, больше двух лет активно расширяет свою деятельность. В стремлении стать ближе к абонентам компании опирается на своих коммерческих представителей, которые непосредственно на местах ведут подключение новых абонентов и информируют их об услугах компании. Для компании UMS очень важно, чтобы потенциальному или новому абоненту не приходилось далеко ездить или ходить, чтобы получить наши услуги. Наши партнеры, коммерческие представители UMS, оказывают нам содействие в этом вопросе, и мы находимся уже в шаговой доступности от абонентов. Компании UMS созданы выгодные условия партнерства, на постоянной основе пересматриваются и совершенствуются в пользу коммерческих представителей системы бонусирования партнеров и стимулирования их продаж. При этом UMS и его коммерческие партнеры стремятся к тому, чтобы во всех, без исключения салонах продаж, абоненты чувствовали себя как дома, получали высокий уровень сервиса и остались довольными. Ведь от того, какое обслуживание получит абонент в офисе, во многом зависит его мнение о всей компании в целом. В целях повышения профессионализма, доброжелательности и клиентоориентированности сотрудники коммерческих партнеров UMS проходят регулярное обучение. В системе делиться соцсвязи действует очень жесткая конкуренция. Поэтому нам надо постоянно работать над улучшением качества обслуживания и отвечать высоким стандартам. Мы сотрудничаем с компанией UMS со дня ее основания. Выбор UMS в качестве партнера не случайен. Ее услуги очень востребованы среди населения. Постепенно расширяя бизнес, мы совсем недавно открыли еще один новый офис продаж и в дальнейшем планируем плотностью сотрудничать с компанией UMS. В эти дни мобильный оператор UMS проводит специальную акцию Perfect Plus. В ее рамках абоненты могут по доступным ценам подключить самые красивые номера UMS именно у коммерческих представителей компании. Акция Perfect Plus – это еще одна возможность для наших абонентов подключить красивый номер с большой скидкой. К примеру, в городе Ташкенте подключить красивый номер можно уже со скидкой более половины стоимости. В остальных регионах республики скидка составляет 70%. Для того, чтобы подключить красивый номер с большой скидкой, абонентов всего лишь необходимо обратиться в офис ближайшего нашего коммерческого представителя. Отмечу, что в продаже на сегодняшний день имеется большое количество красивых номеров. Дополнительно были открыты новые префиксы во всех регионах страны. К примеру, в Ташкенте был открыт 781-й префикс, в Самарканде 398-й и много других новых префиксов во всех регионах страны. Это увеличивает выбор, а также возможность подключить красивый номер с хорошим сочетанием цифр для наших абонентов. Давно хотел купить красивый номер категории от UMS. Благодаря нынешней акции смог осуществить свою мечту. Скидка действительно существенная. Еще один плюс в том, что я подключил тарифный план Perfect и могу совершать безлимитные звонки, а также пользоваться мегабайтами мобильного интернета. Тариф отвечает всем моим потребностям. Деятельность коммерческих партнеров UMS призвана служить привлечению новых абонентов. Более полному охвату регионов качественным сервисом, повышению популярности бренда компаний. Сотрудничая с мобильным оператором UMS, они развивают и расширяют свой бизнес. Укрепляют благосостояние, повышают экономические показатели своих регионов и вносят вклад в развитие страны. В Техасе количество погибших в результате удара тропического шторма Харви достигло 9. Более 30 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Прогнозы метеорологов неутешительны. Непогодно будет литься еще несколько дней. На помощь пострадавшим откликнулись силы нацгвардии. Вертолеты, лодки и любая другая техника, которую можно использовать. Харви стал самым мощным ураганом в Техасе более чем за полвека. Он обрушился на побережье вечером в пятницу в районе города Корпус Крести, в 354 километрах юга от Хьюстона. Сегодня президент США Дональд Трамп планирует посетить Техас, чтобы отценить ущерб. Три человека погибли, еще 25 пропали без вести в результате схода оползня, произошедшего 28 августа в городе Битзе. По предварительным данным, 34 семьи были затронуты бедствием. Спасателям удалось извлечь 6 человек из-под завалов горной породы. Среди них трое погибли на месте. Из-за стихийного бедствия пострадали в общей сложности 81 человек, 170 домов обрушено. В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция и работа по ликвидации последствий бедствия. 29 грузовиков сгорели в понедельник на юге Чили. Машины угнали и подожгли вооруженные люди, которые объявили себя представителями народа Мапучи, коренного населения региона. Фуры принадлежали компании Sotracer. Она обслуживает лесозаготовительные предприятия Empressa CMPC и Arauco, с которыми много лет конфликтуют местные племена. Около двух недель назад во время подобного инцидента сгорели 18 грузовиков. Президент Чили резко осудила действия нападавших. Мы будем бороться с насилием. Не позволим отдельным группам, которые не хотят диалога, помешать усилиям местных властей по развитию региона и преодолению раскола в обществе. Я призываю наладить диалог. Чилийские власти собрали экстренные совещания. Пока непонятно, насколько широкую поддержку получают подобные нападения. Многие лидеры Мапучи считают, что к нападениям могут быть причастны не только представители коренного народа, но и радикальные группировки, которые пытаются разжечь тлеющий конфликт. Ранним утром во вторник КНДР осуществила очередной запуск ракеты, которая пролетела над южной частью территории Японии. Об этом сообщает японское правительство. Система предупреждения Японии советовала людям принять меры предосторожности. Попытку сбить ракету японские военные не предприняли. По данным СМИ, Япония, США и Южная Корея уже официально запросили проведение экстренного заседания. Премьер-министр Японии Синзо Абе заявил, что пуск Северной Кореи баллистической ракеты, которая пролетела над японской территорией, является угрозой миру. И Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Около 150 человек пострадали в воскресенье на пляже Берлингеп на южном побережье Англии после того, как его накрыло облако неизвестного газа. По данным местных изданий, люди жаловались на затруднение дыхания и резь в глазах. Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех с пляжа и закрыли его для посетителей. Местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу и закрывать окна. Что именно стало причиной отравления, до сих пор неизвестно. Специалисты полагают, что газ мог прийти с моря. В понедельник облако исчезло и людям вновь разрешили прийти на пляж. Полиции заявили, что инцидент с отравлением – это, скорее всего, единичный случай, который вряд ли повторится. Китай призывает Индию на основании взаимного уважения территориального суверенитета вместе с китайской стороной оберегать мир и покой в приграничных районах и содействовать здоровому развитию двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуачу Нинь 28 августа на пресс-конференции в Пекине. Дипломат подтвердила, что все индийские военнослужащие техника, нелегально пересекшие границу с Китаем в районе Дунлан, были отведены на территорию Индии. Она добавила, что Китай продолжит предпринимать все необходимые действия для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета. Напомним, 18 июня более 270 индийских военных и два бульдозера пересекли границу в районе Сикким и вступили на территорию Китая, продвинувшись более чем на 100 метров вглубь китайской территории с целью препятствовать строительству дороги в районе Дунлан. Изменение климата угрожает гигантскому альпийскому пауку. Его выживание под угрозой из-за глобального потепления. Эти насекомые обитают среди травы и камней на высоте 2600-2700 метров во французских и итальянских Альпах. Именно повышение температуры заставляет пауков взбираться выше. Чтобы оказаться в нужных температурных условиях, этот вид должен подниматься по склонам. Но когда подниматься будет уже некуда, не останется им мест обитания. При этом ученые отмечают, что вид играет важную роль регулятора. Это хищники. Они регулируют пищевую цепь. Они действуют как регуляторы экосистемы. Исследователи уже подали заявку в Международный союз охраны природы, чтобы он добавил паука в красную категорию. Положительного ответа ожидают от организации в ноябре. В мальтийском Сент-Джулиансе в минувшие выходные прошел фестиваль, посвященный одноименному святому покорителю города. Одно из самых зрелищных событий праздника – традиционная забава – забег по бревну, смазанному жиром. По словам местных жителей, эта игра уходит корнями во времена рыцарей Мальтийского ордена. До сих пор в ежегодных соревнованиях принимают участие десятки желающих. Смысл игры в том, чтобы пробежать как можно дальше по закрепленному над водой бревну и сорвать с его конца флажок. Победителем оказывается тот, кому достанется последний флаг. И хотя многие участники, похоже, больше беспокоились о том, чтобы красиво упасть в море, некоторые подошли к соревнованиям со всей серьезностью. Победителем этого года стал местный житель Иван Бартоли. Завершился фестиваль по традиции праздничным залпом из ружей. Одному из главных героев киноэпопеи «Звездные войны», как выяснилось, не чужды музыкальные способности. В этом в минувшую пятницу смогли лично убедиться посетители выставки «Экспо-17» в Астане. После выхода на сцену Дарта Вейдера оркестр консерватории имени Курман-Газы начал исполнять имперский марш – одну из самых узнаваемых мелодий в истории кино. Некоторое время темный лорд наслаждался музыкой, а затем избавился от дирижера и занял его место. Напомним, выставка «Экспо-2017», стартовавшая 10 июня, продлится до 10 сентября. Наш соотечественник-дзюдоист Йорбек Уразбаев получил бронзу на проходящем в Будапеште 31-м чемпионате мира по дзюдо. Уразбаев боролся в четырех схватках и вышел в полуфинал, одолев Даниэля Бенедэвида, чемпиона Европы из Израиля, Нейра Гарсио, Педро, чемпиона Африки из Анголы, Амирана Папинашвили, призера международных игр из Грузии, Ганбата Болтбатера, чемпиона мира 2014 года. Однако в борьбе за выход в финал наш дзюдоист встретился с Арханом Сафаровым из Азербайджана и потерпел поражение. Схватку за бронзовую медаль Уразбаев провел с начинающим тоже узбекским спортсменом Мухридином Телововым. Это не первый раз, когда наши спортсмены встречаются в финалах и полуфиналах международных турниров. На этот раз вверх взял опытный дзюдоист. Отметим, что на чемпионате мира принимает участие около 800 спортсменов из более 130 стран мира, среди которых и Узбекистан. В этом году будут разыграны 16 комплектов наград в индивидуальных состязаниях среди мужчин и женщин и один комплект в командных соревнованиях смешанных сборных. Чешка Петра Квитова в первом круге открытого чемпионата США сломила сопротивление сербки Елены Янкович. Поединок продолжился 1 час 31 минуту и завершился со счетом 7-5-7-5 в пользу двукратной победительницы турниров серии «Большого шлема», занимающей 14-е место в рейтинге WTA. Следующей соперницей Квитовой станет француженка Ризе Корне, одолевшая британку Хиттер Уатсон. Британка Йоханна Конта в первом круге открытого чемпионата США уступила сербке Александре Крунич со счетом 4-6-6-2-6-4. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая 7-е место в рейтинге WTA, активно выигрывала 33 розыгрыша и допустила 42 невынужденные ошибки. А ее оппонентка заработала 34 винера при 36 собственных неточностях. Испанка Гарбин Мугуруса начала выступление на открытом чемпионате США с уверенной победой над американкой Варвары Левченко со счетом 6-0-6-3. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 23-летняя уроженка Каракаса активно выигрывала 16 розыгрышей, допустила 11 невынужденных ошибок, сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче. Варвара сделала 8 винеров при 22 собственных неточностях. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин